Ребята, всем привет! Меня зовут Ваня Рассел на канале Рассел Блок. И знаете, где я нахожусь? Зимой в свитере. Я нахожусь возле черного входа, в полосе спорта. Знаете, что здесь происходит? Рождественские истории с Тиной Карль. И я надеюсь, что сегодня я заслужу на ваш лайк, комментарий и репост. Ребята, только для вас такой эксклюзив. Добро пожаловать на ту сторону бэкстейджа рождественских историй с Тиной Карль. Вы знаете, я очень рад, что Тина Карль сделала такое мероприятие, такой праздник, как рождественские истории, потому что никто, ни один артист еще в украинском шоу-бизнесе не делал такого, как делала Тина Карль. Мне кажется, что с таким успехом наш украинский шоу-бизнес будет развиваться. Что потом в Европе будут говорить... А куда ты ушел? Ладно. Что потом в Европе будут говорить, что вот украинская музыка. Не кей-поп, а пукер-поп. Где Хаят находится? Кто-то туда пошел. А где его хримерка? Иде он будет. Не, он только зашел. Ожидаем. Ожидаем, Андрей Хаят. Но у нас выходит Алина Еврофан. Ваня, тебя не учили не врываться? А я постучал. Арчист переодевается. Тебе не ответили, что можно заходить. Алина, как у тебя дела? Вчера я был, кстати, на концерте Тина Карль. Мне очень понравился, как Хаят спел песню, как вообще артисты выступали. А мы все будем две песни петь. Да, я знаю, потому что было 22-го числа. А от нашего программы вчера была такая более расширенная. Посмотри, какая гримерка у Андрея Хаята. Только печенька. Никакого алкоголя, посмотрите. Никакого алкоголя. Одна водичка. Фрукты, овощи. Андрей, привет. Боже, я вперед к тебе хочу поздравить. Я вчера был на концерте. Да, мне очень понравилось, как ты спел. Я знаю, что ты сегодня будешь абсолютно петь другие песни. Ну как, частично. Что ты чувствуешь в данный момент, когда выходишь на сцену? Ты нервничаешь? Я просто знаю, что ты не пьешь перед выступлением. Я не нервничаю, потому что это моя работа. Я уже привык после голоса, то есть к большой аудитории. Когда ждать от тебя следующую песню? Следующая песня в январе. В январе это такой, скажем, шаг к переформатировке. А чем эта песня будет? Как все мои песни про любовь, в принципе. О вечном. Ну, если я до этого старался делать максимально неформатную музыку. То, что мне нравится сейчас я все-таки... Вот трек, который выйдет следующий, это явный шаг к формату. К формату? Да. Ты не боишься того, что если ты пойдешь сейчас в формат, люди начнут воспринимать тебя как всех остальных украинских шоу? Ну, это такой, это хаяцкий формат. Это не... Хаяцкий. Да, это все-таки не попса, это просто я, но с другой стороны. Хорошо. Пару строчек с твоей новой песней. Ближе ко мне, у меня один микрофон на двоих. Говорила мати, не ходи гуляти, вытекала с хати, как пуляжи спаты. Во-о-о. За этот год Андрей Хаят, Алиночка моя любимая, моя песочка. Любой просто. Конечно, любой. Запомните, это не пресс, это видеоблог, понятно? Можно все. На, все идем. А вот сцена. Лимочка, идем. Мой любимый оператор, который снимет лучше всех. Смотрите, люди собираются по 7 сцене. Посмотри, сцену в виде подарка. Смотри, в виде подарка сцена. Ёлка, новоходняя игрушка. Кстати, концерт «Сина Кароль» выйдет на телеканале 1 плюс 1. Вы сможете посмотреть все действо в красивом ракурсе на 1 плюс 1. Как бы меня ненавидели бы лисы. Ну что, пока концерт не начался, мы пойдем поднимем себе настроение. Ху-ху. Помогите найти Ване пустую барную стойку. Я найду ее. Я же ее найду. Очереди. Дети стоят. А вот же стенд. Давайте покажем стенд. Все люди имеют возможность сфотографироваться на таком стенде. А вот Дед Мороз. Дед Мороз, куда же вы убегаете? Убежал Дед Мороз. Под стенд. Мы можем тут сфоткаться. Подержать солистку группы «Каска» на ладошке. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. С рождеством. Смотрите нас. Любите нас. И слушайте хорошую музыку вашей души. Я, блин, солидарный. Ну, как бы, ну, так по жизни. Это блог. Раз ты блог саму. Вот. Это вот. Посмотрите. Нет. Вы должны сами подписаться. Спасибо. Ваши руки красивые. Зайти на канал. Все? А колокольчик еще нажать. А вот тут стоит какой-то колокольчик обижая. На мое второе счастье. Я решил все-таки постучать. Хочу вас огласить королем гукулинского шоу-бизнеса. Я серьезно. Это я сразу говорю. Я серьезно. Вот сейчас, когда вы сделали шоу в Олимпийском, когда Полякова сделала огромное шоу, собрала стадион во Львове. Когда Тина Кароль делает российские истории. На этом формируется шоу-бизнес. У нас наконец-то в Украине появляется именно качество. Но это прекрасно. Раз у меня из твоих уст очень приятно слышать. Но я считаю искренне, что мне достаточно просто, когда люди называют меня артистом. Этого достаточно. Потому что, чтобы тебя назвали артистом, вот это нужно заслужить. Добраться. Ну, по заслуженному, знаешь. Вот это важно. А короли, королевы, принцессы, это чуть не из нашей оперы, скажем. Просто раньше мне кажется, что было больше шоу, меньше бизнеса. Раньше? Серьезно? Ну не знаю. Раньше было больше шоу? Ну ладно, я же субъективно говорю. Я же говорю субъективно с нашей колокольнике. Нет, есть один момент в моей жизни. Мы выступали, наверное, раза три за все время под фонограмму. Я выступал. И я понял, что мне сложнее попадать в себя записанного, чем... Ну ты же никогда не знаешь, что тебе придет в голову, что-то подкликнуть, что-то выразить, с кем-то пообщаться. Какая-то каждый раз эксклюзивная эмоция. Поэтому под фонограмму выступать сложнее, на самом деле. Ну, lip-sync. Сейчас выходит такой мини-альбом. Причем, по-моему, 27-го и 28-го числа. Какого? А, в пятницу, да? Какого часа? Хочешь я тебе покажу? Даааа, так недавно сплю. Я тебе ложку. Я люблю, когда нужно долго разглядывать, думать, что, где. И на самом деле здесь нет ни одного... Вот, я уже вижу. Сколько времени уходит на написание полной песни. Вот, начиная от демки, заканчивая финальным эмастером. Мы попознём Love It Rhythm. Очень по-разному. Вообще, идея сама Love It Rhythm возникла, по-моему, в 14-м году. Ого. Да, это не было так вам, искрометно. Ну, то есть, это было именно так, но много лет тому назад. Я нас ждал своего времени, и... Сама песня была написана в 14-м, мы начали работать над ней в 18-м, по-моему. И вот до 19-го всё допиливали, довыливали. Докручивали, марафетили, дорезали. Да, просто... Я просто напрашиваю, и напишу. Такая рука за него положена. Это Сидор. Он офигенный музыкант. Ой, ну это... Почему? Я считаю, что Украина должна стать музыкантом. Говорят, играют самим в Монатике. А когда пришла идея просто себе сделать эту борту? Вот что эта борода значила тогда, когда запускался проект Dizio? Ну просто... Ну просто... Это был прикол, который потом с часом надоедал и привезли себе по пять, по четыре концерта в день. Клей. Два концерта я играл просто так микрофоном, тримал в ус. Ой, давайте... Можно я Орес татурить? Орес! Это же Орес! Да. Так, никуда не уходи. Орес! Это же... Он Юлик! Ясно, что знаю. Ясно, что знаю. Это звездами. А Орес работает с самого начала. С самого Юлика в самого начала. Ну Юлик уже пошел. Вот Юлик. Вин Е, мы двали дружим. Мы стоим возле стенда «Мерсетина Кароль». Мы можем купить книгу «Рездвенная история» за 200 гривен. Она не отлеится? А, отлеится. На секундочку, можно я хотя бы разверну? Смотрите, если вы хотите... А вы не знаете, будет ли эта книга в продаже после? Будет! Боже! Впервые аромат дебютный от Тины Карли. Называется он «Тина». Сейчас мы понюхаем. И я скажу. Вау! Понюхай. Понюхай. Он сладкий. Вау! Он такой, типа... Он женский, но он такой, типа, знаешь, с нотками арабики какой-то. Не знаю. Но он сладкий. С нотками ноченьки. Этот запах подходит девушке очень утонченной. Такой стеснительной. Очень творческой. У себя проблем на голову. А где Тина Кароль? Где Тина Кароль? Нету Тина Кароль. Помогите Ване найти Тину Кароль. Идем, 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 идем. Пошли. Ищем Тину Кароль. Где Тина Кароль? Где же Тина Кароль? Ее нету. Ее нету. Нету Тина Кароль. Нету Тина Кароль. Нету Тина Кароль. Где же Тина Кароль? Помогите Ване найти Тину Кароль. Спасибо тебе огромное за этот праздник. Я вчера был. Спасибо за приглашение. Откуда взялась идея именно сделать вот шоу для людей? И сколько усилий ушло на это, чтобы такую огромную команду привлечь к такому событию? Усилия все. Два года минимум. Но родилась рождественская история еще в 2014 году. Идея была в том, чтобы возродить саму идентификацию. Когда сложно стало, чтобы случилось вот это чудо внутри нас, чтобы мы поняли свое изначально нутро, откуда мы, кто мы, что за Рождество, почему украинское Рождество богато традициями, богато песнями и намного насыщено, чем, например, европейское Рождество. Но в Европе этот праздник святой. А у нас святой Новый год. А это из совка. И вот на самом деле этому проекту очень много лет. Мы гастролировали с этими щедривками, колядками по всей стране. И потом мы решили сделать это в Киеве. А когда начали обсуждать в Киев, решили привлечь артистов, танцоров, коллективов. Ну а потом, ну что, ну давай уже сделаем красиво. И сделали красиво. И на самом деле вместе с каналом 1 плюс 1, прекрасная музыка. Мы вместе с каналом 1 плюс 1, мы вместе совершили, я считаю, такое рождественское чудо для людей. Ты понимаешь, очень много всего в мире, информации всего, а добра мало. И люди тянутся к этому добру. Вот вы сами контролировали, например, аранжировки, которые будут артисты использовать, например, на колядке. Все делал мой коллектив. Все аранжировки, все миксы, стыки, записи, перезаписи, трансформации. Все делал мой коллектив. Мы только не делали «Время стекло», «Диме», «Монатику». Но с Димой мы были в плотной связи, как сделать. «Время стекло» также были в плотной связи, как это воплотить. «Мишель» мы не делали, но мы тоже участвовали и играли. На самом деле бэнд был огромный, потому что это и симфонический оркестр, и эстрадно-симфонический оркестр, и мой, я так называю, «Тина Король Бэнд». Очень много внимания было уделено благотворительности и суперлюдям, которые вдохновляют целые поколения. Может быть, такой слишком личный вопрос, но у вас, наверное, тоже что-то было такое в жизни личное, да? Что-то… Подтолкнуло меня к таким действиям. Конечно, никому не секрет моя жизненная биография. И у меня есть еще мой фонд «Полис протяжения», который помогает онкобольным деткам. И, безусловно, когда мы обращаем на проблему внимания для всего общества, общество становится интегрированным. Таким образом, общество становится участливым. Участливое, мечтающее общество, общество, знающее свои, как говорят, курение, да, свои истоки. Амбициозное общество, успешное общество. Я за успешную, амбициозную Украину. Вам, например, не грустно, когда вот разбирает сцену, просто каждый раз, когда ваш тур, да, заканчивается, когда вы понимаете, что все, например, в следующий раз будет все по-другому, но там остается как-то видео, аудио. Часто сложно ли переживать вот какую-то, вот, ностальгию о том, что что-то заканчивается? Это счастье, потому что сегодня было сегодня, завтра наступит завтра. И я прекрасно понимаю, что сегодня зрители увидели, насладились, но завтра у них наступает следующий день. И следующий день наступает у меня. И надо к этому научиться, привыкнуть, потому что артисты иногда думают, что или забывают, что вот все, что произошло, этим надо, и живем в этом. Нет, это все закончилось, это прошло, я отпускаю с легкостью и знаю, что в следующем году рождественская история станет традицией. Мы повторим ее, и вместе с каналом «Бэтм Плюс Один» найдем новых героев, найдем новых нуждающихся, найдем новых людей, спонсоров, которые откликнутся на маленькие добрые сердца. И артисты наконец-то увидели формат и поняли, что это все о Рождестве, о чуде, о возможностях написать контент новый для вообще праздника Рождества и создавать треки, которые будут крутить в садике, например, на утренниках, в школе, на выпускных и так дальше. Потому что на самом деле у нас нету современной рождественской музыки вообще, а она очень нужна. Например, Тима Монатик, извините, что Тима Монатик написал. Да, 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 это премьера была, и он написал, мы с ним говорили, долго мы говорили о том, что есть фраза «Мечтать не вредно». «Мечтать не вредно» на русском звучит типа «Успокойся». А на украинском «Бред» и «Шкедливо», это же, это же, мы прямо это словосочетание нашли в беседе, что это наоборот. И вот эта мотивация, она нужна, понимаешь? И сегодня мне спросили, от какой песни у вас идут малашки за последнее время. Я говорю, от Вильна. А потом, не, ну не ваша. Я говорю, в рейтинге будет. Потому что в ней есть заряд, цель, мастерство слова и драйв. Я, во-первых, хочу вам поблагодарить за новую вашу композицию «Едина жизнь». Она очень мотивирующая. Спасибо большое. Она очень красивая музыкальная. Инструменты, вокал, бэк-вокал, который… Спасибо. Что ждать от Тины Карль в 2020 году? Потому что у вас за этот год поменялся немного репертуар. Он стал более таким, более таким легким, начиная с силы высоты. Вот, мне кажется, вот с того момента потом ушла в Абиты, потом была «Едина жизнь», если не ошибаюсь. Это была Вильна. Питэссенция пик, да. Следующий год такой, как мы скажем, юбилейный. Мне 35. Вот. И я уже знаю, что у нас будет два тура. Один – малые города, другой – взрослые, большие города. Я говорю – малые и взрослые. Вот. И это программа, которая состоит из двух спектаклей. Это новый альбом и хиты, которые люди любят. Но поданы они все в мюзиковой форме. И этот кусочек этого тура я представлю на X-Factor 28 декабря. Угу. И чтоб ты понимал, все эти проекты готовились параллельно. То есть, М1, Рождественская история, X-Factor выступления 11 – они все пошли параллельно. Как вы все успеваете? Я ребятам сказала, что будет много всего, будет сложно. И мы просто готовились заранее. И я понимала, чего я хочу и когда должны быть какие у нас проявления. Да, возникают трудности, потому что это как, знаешь, особенности перевода, я называю. То есть, одни думают одно, другие думают другое. С артистами надо согласовать. Все это было сложно. Как М1 хостить? Да, бэн все равно я за это все отвечаю. Так же как Рождественскую надо хостить музыкально. Ведь от нажатия кнопки вот там на бэклайне зависит свет, звук, все что происходит на экранах, пиротехника. У нас все заведено на одну кнопку. Пам! Понимаешь? Одна кнопка, один человек, одно нажатие. И играет все шоу. И мы готовы. Были просто изначально настроились. Я своих ребят подготовила. И теперь... Сегодня мы закончили. Завтра в 11 утра у меня репетиция X-Factor. Буквально за вот эти несколько лет появились новые имена наконец-то. Есть воздух для творчества. И я вот категорически настроена. И будем защищать свой украинский рынок, свое лицо и вести его на международную арену. У нас нет другого опыта. Нет. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.